Ваши документальные фильмы отличает неповторимая интонация, фирменная интонация ваша. Она у вас всегда была или это приобретённая? Не знаю. То, что интонация есть, это да, это я сам знаю, я от других слышу. Как это сказать? Это письменный текст для устного произнесения. У меня таким же образом написаны и книжки. На мебели, да. Уже их там полно, которые не имеют никакого отношения. Хорошее работа. Другие годы, вот 46-й, 60-й, сейчас 30-е годы выйдут. Вот сейчас летел из Одессы в Киев, правил 38-й. Сами правите? Сам пишу, сам правлю, сам дизайном занимаюсь. Когда Гурченко говорила, ручечкой. Да, ручечкой, да-да-да. Так что, ну да, это есть какая-то интонация. Мне всегда, ещё в самом начале, в этом году, значит, 40 лет, как я журналистикой занимаюсь, простите, господи. Кожмар такой. Да. Вот. Меня всегда поражало, что советская журналистика, это осталось и сейчас в государственной журналистике, и здешней точно так же. Вот, все это вышли из одной шинели. Это такие, это не новости, это старости. Это как принято говорить. И более того, в редакциях, как все говорили, там, ну, мне 17 лет было, когда начал работать, и мне говорят, вот у тебя получается. Это значит, что ты попадаешь в то, как у них принято. Да, то есть, вот, есть понятие папина кино, но нет понятия как-то папина журналистика. Ну, вот, вот, в тот день, когда приехали на поля колхоза Красный Коммунар, добрая выдалась погода, и механизаторы не то, что час, минуту каждую берегли. Поэтому, когда спросили мы Николая Петровича Маркова, а именно его, бригада первая, вывела своих стальных коней. Иначе, что, как работать будете, ответил старый механизатор, а как солнышко позволит. Вот, и меня это ужасно злило, что, ну, что, вы пишете, все это одно и то же, да. У меня есть один знакомый, который работал в советское время в газете «Гудок», и утверждает, что он каждое первое марта публиковал передовицу, одно и то же, никто на это не обращал внимания, начинавшиеся словами. «Пришла весна-время подсыпки гальки на шпалорельсовые стыки», и на это никто не обращал внимания. И мне всегда поражало, что почему, там, не знаю, советская культура, там, или, не знаю, даже правда, они пишут, что «Западная печать называет Майя Плесецкую королевой советского балета». А вы-то сами ее никак не можете назвать. Вы можете даже такую банальность повторить только за «Западной печатью». И мне хотелось всегда писать какой-то такой текст, не так, как они, пассажные. Вот мне казалось, что нужно, чтобы цитировать. Самая первая программа «Намедни», самый первый выпуск, 90-й год, начинался словами «Впервые со времен правителя древних Афин Перикла Грек снова возглавил город, равный целому государству». Гавриил Попов победил в первом туре, там, с этим самым. И вот мне казалось, вот так, это я так составил, вот этот порядок слов, эти слова мои. Плюс, поскольку это предполагалось, что вот проходит шапка, и нужно вброс там такой вот этот, ну, вот как вот сюда, в эту вот камеру сказать. «Впервые со времен правителя древних Афин Перикла Грек вновь возглавил город, равный целому государству». Гавриил Попов победил на выборах мэра Москвы. Ну, ничего-то там такого. Вот она фирменная интонация. Вот, и это, ну, думаю, а нафиг тогда я, а что тогда землю, это небо-то коптить? Что я вообще, ну, чем я в журналистике занимаюсь, если я повторяю, как принято писать про, не знаю, встречу президента с губернатором, визит за границу, про Пашнему, там, не знаю. Вот она заводская проходная, что в людей вывел ее. Босоногая девчушка пришла сюда на Петровна косых, а нынче мастером золотые руки называют ее товарищей. Я надеюсь, что это не требует перевода на украинский язык для понимания, что многое из этого осталось до сих пор.